Ну, во-первых, с победой, опять была такая игра на равных, так как недавно в Риге, ну, скажем так, что очень много технического брака, скажем так, да, и может где-то в игре повезло чуть больше, и забили на один гол больше, что я хотел для победы. Полностью согласен, что очень слабое техническое оснащение двух команд, хотя вроде есть мастера, но реализация моментов оставляет желать лучшего, что с одной, что с другой стороны. Хочется болельщиков порадовать забитыми шайбами, но что-то никак. Вот, но хоть такую победу вымучить и будет праздник. Вопросы, коллеги? Андрей Владимирович, Евгений Зиновьев, информационное агентство Моксун.ФМ. У вас три игрока сейчас вызваны в разные сборные, Емчук, Юношескую, Варфоломеев, Шарченко, Олимпийскую. Как команда переживет эту потерю? И радует ли вас то, что ваши игроки в сборной, либо, наоборот, расстраивает, что вы теряете их на какое-то время? Ну, если вы про Еремчука спрашиваете, там, еще три человека, там, тысячного года, еще с 99-го, двое вызвано, четыре человека. Молодежь действительно радует, вот этот 99-й год хороший, поэтому мальчишки заслуженно поехали. Еремчук, он действительно был помощником нашей команды, и потери его, может быть, и восполнима, да, но все-таки хотелось бы, чтобы он у нас проиграл. Вот, к Шарченкову тоже вопросов нету, парень пашет, старается, вот, сомнения по вызову. Варфоломееву я говорю как есть, потому что, ну, на данный этап, я считаю, что ему еще работать и работать до сборной, хотя таланты у него для сборной есть. Коллеги, еще вопросы? Если нет, пустынки, мы расскажем. Субтитры сделал DimaTorzok